Благословен Господь Бог, наш Царь Вселенной, избравший нас из среды народов и давший нам свою Тору. Благословен Господь, дающий Тору. Амин. Нынешняя недельная глава называется Толдот, родословие. Начинается она с таких слов. А вот родословная Ицхака, сына Авраама. Авраам родил Ицхака. Ну, эта недельная глава очень богата интересными моментами, интересными событиями от жизни самого Ицхака до жизни и взаимоотношений его двух сыновей, Якова и Исава. И на что я обратил внимание, когда я читал? Такой вот интересный момент. Когда Ицхак поселился в Гераре, в земле филистимлян, очень интересный момент. В принципе, если посмотреть на наш мир сегодня, вопрос переспать с не своей женой для многих в этом мире это вообще не вопрос. И даже не вопрос, если это чужая жена. И это считается нормальным. Многие этим хвалятся. Об этом пишут книги, об этом показывают фильмы, пишут стихи и все такое. И возникает вопрос, а насколько же действительно глубоко падение нынешней цивилизации, что вот во времена Авраама, во времена Ицхака, Якова, когда Ицхак с Ривкой оказались на территории Герарской земли, на территории филистимлян, и Ицхак повторил подвиг своего отца, сказав, что его жена – это его сестра. Но она действительно являлась также его сестрой, не родной, но все-таки. Но при всем при этом он обманул так же, как и Авраам. Но из их поведения царь филистимский Авимилех, он увидел, он узнал, что это его жена. И он сказал такие интересные слова, что вот ты, если бы один из нашего народа переспал бы с твоей женой, лег бы с твоей женой, то грех был бы на всем народе. Обратите внимание, насколько вот действительно, при том, что это был языческий народ, отошедший от Бога, при всем при этом было понимание того, что есть грех и понимание того, что есть очень серьезные пагубные последствия греха. И более того, царь филистимский отдает всему своему народу такое указание – кто, не дай Бог, переспит с женой этого человека, того предадут смерти. То есть, такой грех в языческом царстве наказывался смертью. Я думаю, что это не было исключительно только ради Ицхака. Я думаю, что это было нормой для этой языческой страны. А теперь сравните с теми нормами, которые существуют в нашем обществе, и сами сделайте вывод, на каком уровне находимся сейчас вот мы. Ну, я не говорю за общину, я говорю за ту страну, ту цивилизацию, в которой мы имеем счастье быть светом. Это один такой интересный момент. Еще один интересный момент. Я обратил внимание на следующие слова. Значит, это следующая фраза после начала. Значит, Ицхак был сорока лет, когда он взял ривку, дочь Бетуэла, арамейца, испада Анарама, сестру Лавана, арамейца, себе в жену. Ну, опять коснусь темы, которая касался прошлый раз. Кого же все-таки считать евреем? На эту тему много есть споров. В современном раввинистическом иудаизме есть однозначное мнение только по маме. И вот интересный момент. Тора почему-то акцентирует внимание, что, ну, давайте вспомним за Сару, да? Писание говорит, что Аврам был армейцем, Сара была его сестрой. Как вы думаете, кто она была по национальности? Она была армейянка, точно так же, как и ее родной брат Аврам. Ну, то есть, понятно, да? Значит, здесь же Тора опять акцентирует внимание, что следующая праматерь еврейского народа была дочерью армейца и сестрой армейца. Как вы думаете, кто она была по национальности? Арамейка. Но обратите внимание на такой момент. Если Аврам, он, будучи армейцем, стал евреем, значит, вот родословная Ицхака, сына Аврама. Аврам родил Ицхака. Как вы думаете, еврей рождает кого? То есть, Аврам был армейцем, но стал евреем у веровавшего в единого Бога, да? Значит, Ицхак, он уже рождается евреем, и его никто не спрашивал, хочет он этого или нет, он родился евреем. Замечательно. Значит, ну вот интересный момент. Как вы думаете, вот у Ицхака и Ривки было два сына? Яков и Исаф. Ну, при всем при том, что их папа однозначно был евреем, мама стала еврейкой. Значит, их дети по происхождению кто? Евреи. Ну, скажите, пожалуйста, Исаф еврей? Ну, что говорит по этому поводу Тора? Является ли Исаф евреем? Не является. Возникает законный вопрос, почему? Он же родился евреем. Он родился от папы еврея, от мамы еврейки. Казалось бы, раввинистический суд в наше время однозначно сказал бы, что он еврей. Но при всем при этом, если мы в это же раввинистический суд придем и скажем, что Исаф еврей, нам скажут, извините, но он не еврей. Ну, понимаете. Значит, вопрос, почему он, будучи рожден евреем, перестал быть евреем? И что же такое еврейство? Значит, если мы обратим внимание на то, каким образом был избран Авраам и от кого он получал благословение, то мы увидим, что благословение он получил от того, кто его избрал, от Бога. Значит, если мы дальше проследим историю, каким образом получил Ицхак благословение Авраама, значит, то, вот интересно, мы нигде не найдем в Торе место, чтобы Авраам его благословлял своим благословением. Потому что, значит, вот первое место, где говорится о благословении Ицхака, это вот в нынешней недельной главе, это 26 глава Бытия со 2 стиха. «И явился ему Господь и сказал, «Не спускайся в Египет, поселись в земле, о которой я скажу тебе, поживи в этой земле, и я буду с тобою и благословлю тебя. Ибо тебе и потомству твоему дам я все земли эти, и клятву осуществлю, которую я клялся Аврааму, отцу своему. И умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли эти, и благословятся в потомстве твоем все народы земли». «За то, что послушался Авраам гласа моего и хранил завещание мое, повеления мои, уставы мои и учения мои». И вот перед этим, я вот прошу прощения, был один момент в предыдущей главе, значит, и было после смерти Авраама благословил Бог Ицхака, сына его. То есть, обратите внимание, не Авраам передает свое благословение, Авраам передает наставление. Но при всем при этом, сам Ицхак должен был своей жизнью подтвердить, что он достоин этого благословения, достоин этого избрания. И Бог его благословляет. Значит, теперь давайте посмотрим, ну, как бы какая-то картина нарисовалась, что человек потенциально имеет благословение, но чтобы его реально получить и войти в него, что-то зависит все-таки от самого человека. Теперь мы знаем очень интересную историю, как было, как первородство Исава перешло к Иакову, благословение, причитающееся с этим первородством, вроде бы как тоже перешло, да. Значит, но действительно ли это то самое благословение Авраама? В чем основная суть, соль, скажем так, благословение Авраама, которое он получил от Господа? Это земля, это потомство, в котором благословятся все племена земные, значит, и это благословляющий тебя благословен, злословище тебя проклят. Это вот как бы основная вот такая вот суть, то есть земля, потомство и семя, в котором благословятся все племена земные. Значит, если мы прочитаем и сравним благословение, которое получил Иаков в облике Исава, и благословение, которое он получил уже как Иаков, значит, то интересная картина возникает. Значит, читаем, каким образом Ицхак благословлял Иакова, думая, что это Исав. Да даст Бог тебе от росы небесные, от туков земли, множество хлеба и множество вина. Да послужат тебе народы, да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями твоими, да поклонятся тебе сыны матери твоей, проклинающие тебя прокляты, благословляющие тебя благословлены. Скажите, пожалуйста, здесь есть хоть намек на благословение Авраама? Безусловно, тут говорится о власти и о неких материальных благословениях земных, но о завете, который Бог заключил с Авраамом, тут в принципе и слова нет. Какое же благословение получает Иаков, когда он уже предстает, как Иаков? Значит, Бог всемогущий да благословит тебя, да расплодит тебя, да размножит тебя, и да будет от тебя множество народов, и да даст тебе благословение Авраама, тебе и потомству твоему, чтобы тебе наследовать землю пребывания твоего, которую Бог дал Аврааму. Тут очевидно, идет речь о благословении Авраама, но опять же, благословляет ли отец благословением Авраама? Или он пророчески говорит, что Бог его благословит? Он говорит, да даст тебе Бог благословение Авраама. То есть, интересный момент. Помните, ну, просто вчера с Олей тоже рассуждали немножко над этим, и она задала такой вопрос. А вот интересна была реакция Ицхака, когда вот он узнал, что, оказывается, благословил не того сына, которого хотел. Ну вот представьте себе, вот наше время, вот современная семья, да, значит, и вот происходит такой вот казус, такой вот случай. Один сын вместо другого пришел к отцу, обманом у него что-то получил. Реакция отца. Если есть власть, что он делает? Он все возвращает на свои места, он забирает то, что было незаконно взято, значит, и возвращает тому, кому это положено. Значит, и вот Оля спрашивает, а неужели Ицхак не мог сделать так? Я говорю, ну, давай почитаем. Значит, когда Исав пришел к своему отцу, и вдруг всплыло, что, оказывается, произошла подмена, значит, и говорит, он сказал, не потому ли дано имя ему Яков, что он облукавил меня уже два раза. Первородство он мое взял, вот теперь взял он мое благословение. И сказал, уже ли не оставил ты и для меня благословение? И отвечал Ицхак и сказал Исаву, «Ведь я поставил его владыкою над тобою и всех братьев и отдал ему в рабы, поддержал его хлебом и вином. А теперь что же я сделаю, сын мой?» То есть, другими словами, слово высвобожденное уже обратно не вернешь. И сказал Исав отцу своему, «Неужели, отец мой, одно благословение у тебя? Благослови меня, отец мой!» И поднял Исав голос свой и заплакал. И отвечал Ицхак отец его и сказал ему, «Вот, оттука земли будет существование твое, и от росы небесной свыше». Это, кстати, такая же первая часть благословения того, которое было украдено. «Мечом твоим ты будешь жить, и брату своему будешь служить, но когда вознегодуешь, то свергнешь Игоеву со своей шеи. И возненавидел Исав Якова за благословение, которым благословил его отец его». То есть, получается, что благословение Авраама, которое имел Ицхак впоследствии, которое получил не от Авраама, а от Бога, это благословение пророчески передается Якову, но, опять же, не по воле Отца, а по воле Всевышнего. Причем Отец, Он только говорит, что ты получишь это благословение. Впоследствии, когда Яков убегает и встречается, помните, помните, он заночевал в пустыне и явился ему Господь и говорит, «Я Господь, Бог Авраама твоего, Бог Ицхака, землю, на которой ты лежишь, тебе отдам ее потомству твоему, и будет потомство твое, как песок земной, и распространяться на запад и на восток, на север и на юг, и благословятся в тебе и в потомстве твоем все племена земные. И вот я с тобою и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в землю эту, ибо я не оставлю тебя, доколе не сделаю того, что сказал тебе». То есть, Бог лично встречается уже с Яковом, и получается, что потенциально Яков и Исаф имели возможность войти оба в благословение. Мы знаем, что в последующее поколение все 12 сыновей вошли. Исаф, в силу того, что он пренебрег своим первородством, он лишился возможности получить это благословение, благословение от Отца, которое впоследствии подтверждает Господь. И для того, чтобы человеку действительно войти в благословение Авраама, а в чем оно заключается, это тоже интересный момент. Давайте откроем Луки, первую главу, 67 стиха. И Захария, это отец Иоанна Крестителя, отец его исполнил со Святого Духа и пророчествовал, говоря, то есть, обращая внимание, что это было не его человеческое мнение, а он пророчествовал Духом Святым, говоря, «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг крок спасения нам в дом у Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и помянет святый завет свой, клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам небоязненно по избавлению от руки врагов наших, служить ему в святости и в правде пред ним во все дни жизни нашей. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо приидишь пред лицом Господа приготовить пути ему, дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира». Смотрите, здесь Захария Духом Святым вспоминает завет и клятву, которую Бог заключил с Авраамом. И интересно, если мы проследим, то Бог с Ицхаком заключает ради Авраама, с Яковом ради Авраама и Ицхака. Значит, здесь же тоже говорится «клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам». И интересно, что здесь не слово о земле. Если те благословения, которые мы читаем в Торе, значит, они все говорят о наследии земли, о потомстве, в котором благословятся все плепена земные. Здесь же говорится «дать нам небоязненно по избавлении от руки врагов наших служить ему в святости и правде пред ним во все дни жизни нашей и не слово о земле». Но интересный момент. Дело в том, что наследовать землю и жить в ней можно было, опять-таки, не просто по праву родства. Необходимо человеку было, вот еврейскому народу, необходимо было что-то делать для того, чтобы находиться в этой земле. Но сделать это было возможно в полной мере только благодаря чему? Избавлению от руки врагов, значит, вот небоязненно по избавлении от руки врагов наших служить ему в святости и правде пред ним во все дни жизни нашей. То есть, землю можно было наследовать только исполняя заповеди и жить в этой земле. Нарушение этих заповедей приводило к тому, что народ исторгался из этой земли. Но Бог через Ишуа дарует Духа Святого, посредством которого еврейский народ способен ходить в святости, в правде служить небоязненно пред лицом его во все дни жизни своей. То есть, только рождение свыше, принятие Ишуа как Мессии дает возможность действительно Израилю иметь во владении ту землю, которую Бог клялся, еще Авраму дать ее. И это все очень личный вопрос. При том, что еврейский народ потенциально имеет это обетование, войти в это обетование автоматически невозможно. И это не в силах и не во власти человека. Благословение Авраама дается непосредственно самим Богом, лично каждому из праотцов и, соответственно, дается лично народу при условии, что народ действительно ходит путями Авраама, Ицхака и Иакова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...